Жителя Реутова выселили из квартиры за долги по ЖКХ. В городском округе эта мера применяется очень редко, только в самых крайних ситуациях. Именно до нее дотянул один из жителей по улице Некрасова. По словам соседей, он не платил за жилищно-коммунальные услуги с тех пор, как въехал в нее, то есть примерно 40 лет назад. Долг накопился прилично и на момент слушания дела в суде, это сентябрь прошлого года, его сумма составляла порядка 300 тысяч рублей. Сейчас долг превысил полмиллиона. Особого шума от него не было, но он спокойно, тихо пил, он любил рыбачить, любил греби собирать, но дело в том, что он не платил ни за воду, ни за электричество, ни за тепло, а все это шло на общий домовой счетчик. Он спокойный был, никогда он ни с кем не ругался, не сумел, не знаю, так он. Работал он в МЧС, он закончил училище, это еще когда молодой был, здесь бабушка его жила, а потом бабушка умерла, он здесь стал жить. Михаил подтверждает, квартира досталась ему от бабушки, которая в свое время получила ее по социальному найму. Сейчас мужчина нигде не работает, из доходов только пенсия. Ситуация обыкновенная, у меня очень маленькая пенсия, у меня просто нет возможности. Я трачу 300-400 рублей максимум в день на пропитание, на сигареты и прочее. В таких трудных жизненных ситуациях управляющие компании всегда идут навстречу. Предлагают помощь в виде рассрочек и отсрочек по оплате, акции по списанию пени и даже содействуют в поиске работы. На наше предложение, которое в его адрес поступали, он всегда брал паузу на их рассмотрение. И когда при повторном вопросе, как вас ждать на рабочее место и так далее, получали отказы, человек не заинтересован был в погашении задолженности и всегда находил поводы для того, чтобы и в дальнейшем не платить за жилищно-коммунальные услуги. Безответственное поведение повлекло неизбежные последствия. По решению суда муниципальная квартира перешла к администрации города, а Михаила переселили в коммуналку, в разы меньше его прежнего жилья. Сейчас должнику предоставим определенное количество времени, чтобы собрал вещи и будем сначала вселять, а потом уже выселять из данного помещения. Такой случай в Реутове не единичный. Копят долги за ЖКХ еще 500 жителей муниципальных квартир города. Очевидно, что в таком положении им стоит вести открытый диалог с управляющей компанией. Это самый оптимальный способ избежать суровых мер наказания.